Журналисты вновь собрались в Дагомыси. Много лет фестиваль проводился именно на этой площадке, но в предолимпийский период комплекс был на два года закрыт на реконструкцию. Вот теперь вновь круглые столы, телевизионные гостиные, осенние премьеры в оздоровительном комплексе Дагомыс. Даже свой форум представители российских СМИ называют по названию комплекса. В ходу другое название – фестиваль Дагомыс. Поэтому то, что сегодня сюда вернулись, это у них праздник. Все, кто на фестивале ездят ежегодно, они просто счастливы. И что интересно, что даже и погода благоприятствует, и можно хорошо общаться, разговаривать. Хотя в этом году фестиваль будет очень деловой, очень много проблем. О проблемах своих городов и в целом страны будут говорить свыше тысячи журналистов. В рамках формулы доверия подготовлено обращение к президенту страны о возвращении журналистики в общество, о нынешнем состоянии медиарынка и статусе профессии. Как раз сегодня обозреватель «Новой газеты» Алексей Поляковский рассказывал, какими были журналистами в 19 веке Толстой и Чехов. А в другом зале главный редактор «Крымской правды» Михаил Бахарев делился опытом работы со своими коллегами и рассказывал о последних событиях в их регионе. В этом году в большом составе приехала делегация из города Севастополь. Ждем прежде всего хороших встреч, интересных творческих разговоров, поделиться своими планами, показать, каким сегодня видится Севастополь, Крым. О развитии собственного производства мясной и молочной продукции после запрета ряда продуктов питания в Россию говорили тоже на форуме журналистов. Открыта на фестивале и новая рубрика «Автопортрет». К диалогу будут приглашаться яркие и сильные личности. Сегодня это президент ООО РЖД Владимир Якунин, который в своей 66 возглавляет мощную компанию и, кроме этого, фонд Андрея Первозванного. Успех в своей деятельности Якунин видит в четком представлении, что нужно делать и умение структурировать свой рабочий день. Это огромное удовольствие, которое получаешь, когда видишь, что огромная масса людей, вовлекаемые в программы фондов, они не пуганукали, не потому что кто-то дал разрядку, прийти там 5 тысяч человек или привезти 10 тысяч человек. Они сами приходят. Раз они сами приходят, значит, то, что ты делаешь, это нужно. И сегодня в рамках фестиваля открыта фото-выставка «Я живу в России». Нету паркета, нету высоких людей. Простые россияне, которые живут от окраин до самого центра. И здесь еще важная вещь. Внутри фотографии есть какая-то драматургия, драматургия жизни. Эти лица – это иконы России, понимаете, современные иконки России. Вот что самое важное. Это светлые люди, от веселой молочницы до бабушки. На конкурс представлено более трех тысяч работ. На церемонии закрытия фестиваля будут названы лучшие фотокорреспонденты страны.